Великий дом Курита Во-вторых, Железные Люди устали от постоянной игры в политику, бесконечных терок Звездной Лиги, попыток разных жалких и обиженных личностей выставить нас в свете, скажем так, более темном, чем оно есть и натравить на нас все комьюнити Рогвара. Ну, есть такие люди, да. Не будем показывать пальцем. В итоге на Великом Тинге было принято решение отправиться по пути изгнания к стране мечты, центральному миру территории кланов. Это, во-первых, новый вызов для нас и отличный способ завершить нашу кампанию в текущей итерации онлайн-карты. Да, вы не ослышались, грядет вайп-карты, собственно. Все потому, что готовится множество нововведений, почитать о которых можно на официальном дискорде Рогвара, ну или на сервере нашего канала, еще и по-русски. Здорово, да? Как вам, например, такие нововведения, такие фишки, как уникальные активируемые способности у каждой фракции, которые учитывают не только их лорные исторические какие-то особенности, но и уже что-то приобретенное в процессе онлайн-карты, какие-то мемасы там отыгрываются и все прочее. Или как насчет неких ключевых систем, владение которыми дает доступ для особого оборудования во фракционном магазине. И так далее, и тому подобное. Изменений много, все крутые, все интересные. И где-то в конце февраля-начале марта онлайн-карта будет в связи с этим перезапущена. Ну, также вместе с этим будет, скорее всего, завершен текущий сезон прохождения. Это шестой на канале. Где начинать новый, за кого, как это все будет выглядеть, мы пока не знаем, но определенные мыслишки уже имеются. В любом случае, рок-тек не перестает расти и расширяться, что не может не радовать. Ну, а теперь готовьте лютый физкий мёд, мы отправляемся в гости к кланам. Дневник сынов Херварда. День 3966. Мы находимся на пути изгнания, направляемся в сторону кланов. Сейчас мы в джамп-поинте 77. Путь пройден немалый, как видите, вот наша территория. Куритяне сожраны благополучно. Всё, что тут осталось позади, нас уже абсолютно не интересует. Все дипломатические связи мы благополучно разорвали. Но если присмотреться, тут клан Волка сожирает Валькерат. Ребята не справляются, Штайнеры поджимают обоих. Да, веселый замес, там идёт Дэви, он бьётся с кем? Тартугой? Да ладно, Тартуга голову подняла, вот так вот. Тут тоже замес не слабый, потому что там Стар Аддеры залезли. Или Даймонд Шарки, уже не помню. В общем, здесь на пути изгнания мы планомерно и чётенько двигаемся. Я смотрю, нормально так, ребята, отработали. Оставляем в тылу флаконов специально, чтобы потом те, кто за нами последует, наши друзья... Вот, например, висит две компании, вот кто-то висит, одна компания. Вон ещё ребята начинают путь. Перелёты длинные, ежемесячные платежи никто не отменял. На захваченных планетах, и уж тем более на пустых, особо не пофармишь. А тут есть клан тех, которые дорого стоят, и которые, если идти даже в фулл лут, можно потом брать эксельные движки на продажу, транспорт, оружие там есть крутое, подэхоэскиты какие-нибудь. Всё это куча денег стоит, и можно за счёт этого просто кормиться по пути изгнания так называемого. Нам, кстати, навстречу идёт клан Гостбир, потом где-нибудь вот тут мы с ними поручкаемся, я думаю, и разбежимся. Если они шуметь не станут. А станут шуметь, развернём их обратно. Так же, как и Джейд Пелконов. В общем, где-то тут мы находимся, совсем недалеко уже. Асалоника это первый, так сказать, наш чекпоинт, так его назовём, контрольная точка. Дальше мы пойдём в эту сторону, развернёмся, и наверх уже будет всё веселее и веселее. Тут уже, кстати, путь будет пошире, да, то есть мы, ну, половину пути мы преодолеем где-то, когда доберёмся вот до этой точки. А Асалоника это скорее треть. Джамппоинт 77, никакого влияния нет, абсолютно заброшенная система, сейчас мы будем её пробивать. Надеюсь, за два боя справлюсь, но это не точно. Мех воинов у нас, кстати, стало, ну, число и не изменилось, но определённые изменения есть. Был нанят Гильфи, надо бы ему раскидать опыт. У него прям вот нормально всё с квирками, ни одного боя не провёл, свежее приобретение. Парень из Канопуса, у него есть опыт командования, даёт больше морали, он мех воин у нас, больше у него инициатива, бывший военный, поэтому у него дополнительное бонусное здоровье. Минус отдача, плюс ОП Акруси, ОП это Offensive Push, прицельная стрельба. Ещё к тому же и Аристократ, но это такой себе бонус, конечно. Офицер, плюс 2,5%, бонус к визуалу и сенсорам. И из периферии. Парень, но это изредка где влияет. Собственно, в кого его будем вкачивать? Вкачивать мы его будем. Так. В кого мы его будем скачивать? Вкачивать. Во, стена памяти. Лонгшот. Погибла, убита выстрелом в голову от противника Райфлмен-3С. Абсолютно случайный стрейшот, так называемый, залетел в кокпит её Орочи. В сороковом как раз-таки сражении уничтожила она 30 мехов внезапно. Три ранения у неё было получено, 6 техники единиц. Не то, чтобы я к ней успел сильно привязаться, но, конечно, печально и досадно было потерять такого пилота. Тем более, она только-только начала выдавать свой максимум на как раз-таки Орочи-Стрякову. И вот какой-то вот клановский Райфлмен её совершенно случайно задел и убил. Орочи этот выстрел пережил. Сам мех там, кокпит я рихтанул, починил и всё в порядке. И на замену Лонгшот как раз-таки был взят к нам в Гильфе. Кстати, он может пилотировать и транспорт, бронетехнику. В общем, в любом случае, беру я ему фокус-файр, а нет, бандита ему надо брать. Больше кластеринг ролл. Ему не нужен бонус к отдаче, ему нужен максимальный бонус к стрельбе ракетами. Кластеринг прям вот обязательно. И чё-то я вот прям вот хочу. Чё я хочу. Тактишен я ему возьму, потому что 15% сайд-сенсор это хорошо. И дополнительные инициативы тоже не помешают. Поначалу вложимся сюда, сразу я ему беру варлорда и немножко пайлотинга ему накину и гацов на разок. Вот пока что так. Почему варлорд? Потому что тоже даёт точность, плюс 10 кластеринг ролл на один раунд. Пойдёт вполне. Controlled Bursts это для других вещей всё-таки. Ну и Longshot была примерно так же раскачана, просто пассивный навык у неё был не в тактике, а в гацах. Сниженный на 10% урон стабильности. А так вот просто ещё один бравый стрелок. Откуда у него столько опыта? Ну, во-первых, тренировочные кабинки никто не отменял. Во-вторых, летим мы достаточно долго, чтобы он в этих кабинках набрал опыта. Ну и у него изначально достаточно неплохая была прокачка, почему, собственно, я его и взял. Ну что ж, у нас появился ещё один шарпшутер, причём ракетный, сядет он на Орочи. В Мех-Б изменений особых нет. Ангер-Боду я сделал, собрал, сейчас продемонстрирую. Моделька у неё точно такая же, как у Саважа, только чуть-чуть побольше масштаба. Потому что тоннаж выше. Две десятых ротарки клановых я сюда установил, с кучей боеприпасов, по 6 тонн на каждую ствол. Апер-рекоилы, маунт-рекоилы. Прям вот стараюсь изо всех сил резать отдачу. У неё, к тому же, квирк тоже на точности и на минус отдачу от автопушек. И афинити тоже идут на увеличение точности и снижение отдачи автопушек. Тут прям вот всё просто кричит и просит поставить сюда ротарки. Остальной тоннаж я раскидал на батл-компы. Лонг-рэйнж, ещё одно снижение рекойла, баллистик ганри. Но здесь больше ничего не требуется. Вот ещё один ганри сюда засуну, чтобы снизить шанс клина от раскрутки. Ну и, конечно же, таргет-комп на минус 20% шанса клина. Неплохая машинка получила. А, вот ещё BC-трекинг. 320-е ядро поставил. Ну, чтобы ходить на 3.5 можно было больше, но тогда тоннаж там не позволял уже батл-компы впихивать. Ну, либо там требовался бы тогда XXL-движок, а это совсем другая песня. Собственно, что ещё? Клановый армор позволяет установить два клан-кейса. Никаких проблем. Всё прям вот хорошо влезло, аккуратненько и практически симметрично, если не считать вот этот патч-ворк. Он почему-то только вправо в руку влез. Хотя его можно тоже раскидать. Допустим, один сюда, один сюда и один куда-нибудь в центр торса, например. По теплу всё ровно, даже более чем. Кстати говоря, мы можем вот этот вот ХС плюс 2 отсюда выкинуть и лишние две тонны пустить тоже ещё на что-нибудь. Но так как мы воюем постоянно, то на Луне, то на Марсе, в марсианском биоме, конечно же, то получается, что с нагревом у нас возникают определённые проблемы. Как бы то ни было, на дистанции от 360, ну точнее до 360 мы вообще всё убиваем. До 570 метров там идут штрафы на точность, но тем не менее, с полной раскруткой двух ротарок мы имеем, по-моему, там 670, что ли, альфы, или 570... Ну подожди, 56, а на 12 умножим. Калькулятер под рукой. 672 альфа-страйк. Во! Ну это, конечно, всё идёт не в точку, это размазывается, причём достаточно сильно. Тем не менее, брони и устойчивости на противниках остаётся маловато после такого залпа. А отдачу мы срезаем очень-очень сильно от этой стрельбы. Так что практически каждый ход, если не считать клины, от которых мы не можем на 100% избавиться, мы можем с полной раскрутки бить. Поэтому столько боеприпасов сюда установлено. Орочи без изменений, всё, никак я сюда не засунул upper recoil, они у меня есть. Я могу себе это даже позволить. Но всё, мечтаю поставить 200-3 кмрм-40 всё-таки. Тут больше ничего не поменялось. Башку снова собрал заново, практически с нуля. Да, хорошо, у меня неплохой запас. Остался яишек и виртуал подов. Ананд не поменялся. Он, кстати, редко воюет достаточно. А, нет, поменялся. БЦ кластеринг я сюда поставил, вместо БЦ хит. По теплу всё равно проблем никаких, даже несмотря на вот эти жаркие биомы. А, БЦ кластеринг наутал, и прямо вот он сюда напрашивается очень сильно. Очень надеюсь, что будет бить в точку. Ну и Райфлмен 3С, возрождённый, получил ещё две тонны бронебойных боеприпасов Гаусса, вместо одной пачки войной, простых. И теперь это гроза турелек, бронетехники и некоторых мехов в том числе. На моих глазах он оторвал полуторс с XL-движком с обычным там одному меху, не помню уже кому. Сквозь броню тупо АП-шки зарядил, и все четыре гуся зашли в полуторс. Всё, до свидания, мех уничтожен. Ваншот. Можно на нём вот так шалить. мародёр пока что сидит у нас тут в запасе, я его на склад не убираю, точно так же, как и вольтурка. Пускай пока сидят. Ну и, конечно же, рельсы Зилу наши никуда не делось, и использую я её только для особо тяжёлых случаев. Что ж, пора повоевать. Jump Point 77, посмотрим, что у нас тут есть. Профессиональный стиль жизни, Pony Express приоритетка. Сумеречная Ягуана, Закатная Ягуана. Битва против местных пиратов, репутация 53. Вот тоже на 53 битва, тоже на 53 сопровождение, это будет долго. Эвакуация плюс 46 уничтожение цели, 46 засады на конвой. О! Захват базы, 53 репутация, то есть сложность более-менее нормальная. И захват базы в принципе по коэффициентам даёт неплохой импакт по влиянию. Выберу его. Так как у нас пираты в противниках, то нормально всё будет, влияние мы на планету получим. Что у нас тут есть? Гаузила отдохнёт, вместо неё я пожалуй отправлю в бой в ангербоду, почему бы и нет. Дарвов Кинг Краб Райфл Мэн, как всегда, мародёр на нём Брит и гоняет. На Аннанди поедет Никель, Орочи отдаю Гилфи, это его первый выезд боевой. Общий вес больше 800 тонн, знаю. Аллакор набираем, накидываем мортер карьер и под тоннажу у нас ещё дополнительно 20 тонн свободно. понятно, потому что я поставил 95-тон на ангербоду вместо 100-тонной Гауззилы и собственно Тор Бьёрн на вультуре сейчас сядет вместо вультуры хэви метал берём и у нас ровно 800 тонн. Вообще красиво тютелька в тютельку всё самое нужно здесь в бою будет участвовать. Если что, я мародёра могу выкинуть, на его место поставить ангербоду и в качестве 100-тонника забрать рельсозилу. Это на случай какого-нибудь тяжёлого сурового сопротивления. В итоге вультурка и Аллакор запасны. Аллакор просто нихрена не видит и из-за этого имеет постоянные большие штрафы к своим тридцатым хагам и толком стрелять он ими в итоге не может. Печально на самом деле. Машина жуткая, если она попадает в кого-то. всё, высаживаемся за Одином. Пиом марсианский, будет не так жарко, как было бы на Луне. Мы в зоне проведения операций. Вижу те турели, которые... Турели мне не страшны, но у меня с собой нет рельса Зилы, нельзя об этом забывать. Специально для баланса сложности я её оставил на Арго. Нам дали союзничков. Да, узнаю карту. Где-нибудь вот здесь мы можем выпасть. Нет, мы здесь выпасть не можем. Давай... Нет, тут я не хочу. О! Отличное место, всё равно вывалимся сюда прям на базу и сможем нормально повоевать. И да, здесь есть точка для высадки. Наблюдаем. Да, мы избежали этих загадочных розовых шкурок, всё нормально. Стало чуть-чуть полегче с недавних пор после последнего апдейта. Возможно, что-то оптимизировали, но это не точно. Всё, сейчас подождём своего хода или уже? А, уже можно. Хорошо. Сразу же никель сейчас будет что-то делать. У нас есть союзные маки с тампером. Прикольно. Только страшно, до ужаса. Чё, больше никого? Одного единственного маки нам выдали. Тампер, лонгтом, а вот гремлин союзный, он гриффин и хэви керриер с мортирами сфероидными. Нормально ребята вывалились прям сразу на базу. рейлган, ох, это будет больно. И ещё один снайпер. Короче, артиллерии полон долг. Ставец, подождём. Подкрепы будут интересно у пиратов или чё, или всё, что у них есть? Рейлган клановый, как всегда. По-моему, других и не бывает. да, рейлса расположена так, что она нас в любом случае не достанет при любом раскладе. Эту базу нужно захватить и, скорее всего, где-то вот здесь у нас за спиной появится подкреп. Да, я вспомнил эту карту. Ай, блин, яишку забыл включить. Но не страшно при стрельбе по турелям. Начнём с лонгтома, раскручиваем барабан. Можно даже два по пять сделать. Игреться сильно не будем, и отдачи поменьше. Ой, как много даки, ещё и тяжёлый. Это приятно. Рейн сразу заводит свой хот-сит и врывается на штурм. Ему нужно будет захватить эту самую базу, потому что он у нас самый шустрый. Остальные будут готовиться встречать друзей. По турелям хагами стрелять вообще удовольствие. блин, ты её не уничтожил. Не было достаточно критов. Ладно. Я вас понял. мародёр наш выходит на дистанцию для стрельбы. Ну да, ты сильно не грейся, вот так вот. Пришлось мне в этом лейт-гейме отказаться от рукопашных мехов полностью, потому что судьба Хатамото меня многому научила. Ну и в принципе тяжи тоже изрядно здесь страдают. Вот Ананд у меня ещё пользуется. Нет-нет. Спросом. Вультурки тоже иногда достаётся, но если держаться где-то подальше, то он нормально выживает. На Райфлмэна ещё нужен стелс срочно, потому что ему бывает достаётся изрядно. Торбер не спеша ходи и наверное накидывай на рейлган или подожди давай прикинем у нас есть ороч у нас есть мортер керриер у нас есть дайрву в который далеко ну ороч если что на горку выбежит стреками вот этот томпер обрадует ладно давай сюда жахнем немножко кислоты немножко гайдедов или сын кива на сдачу помчали одного залп охватило отлично кислота творит чудеса такой хэви металл мне нравится гораздо больше того что было раньше воу вот этот жахнул так жахнул четырьмя мортирками гилфи заводи яишко и топ и тоже сюда все мы сейчас выйдем из боя будем курить отдыхать развлекаться маки даже стрелять не пришлось агнешка не врубай свою штуку врубай супер чарджер и давай сюда все выход из боя ждем захвата базы и потом надо будет наверное несколько раундов просто промотать на месте чтобы выпало подкрепление мы что-то больно быстро всех убили я рассчитывал на сопротивление о что-то происходит что происходит ничего не происходит ладно хорошо ничего не происходит продолжаем туда-сюда бегать занимать более выгодные позиции для встречи противника благо мы уже знаем где он появится главное карьеру брать сюда за бугор вот этот союзники как всегда не делают ничего только не говори что ты не дотягиваешься как жаль а если это вырубить ему это не помешает он хоть немножко сбросит шанс клина этого дела супер чарджер занимает всего один слот поэтому один единственный крит и все и он уничтожается еще и больно движку мне мне это не надо мародер давай так брита у нас на чем на ананде фу брита только что на мародере ходила на ананде никель гоняет короче можно тут оставить у него есть стелс ну союзнички давайте шустрей надеюсь сейчас пойдет движуха давайте еще немножко пошевелимся заберем немного шевронов хэви метал можно убрать в поле минералов вообще не проблема поручи допустим сюда кстати блин я забыл пересадить тору на карриер сицилийка внезапно поехала на чужой тачке но ничего страшного ну наконец реинфорсменты как и было предсказано прям вот где надо там и появились сразу с лету мне ломают ананда в лицо ну что началось то ну это был темплар да с прикольным крестом на плече визуал прикольный у него но не более того кракена высадили вольтурка тут у нас оказалось и кто-то еще четвертый потому что это пираты они в пятером не ходят ладно сейчас будем значит наказывать сразу этого темплара вот так вот можно еще оффенсив пуш накинуть точность не очень стрельба с преградой ладно не будем заморачиваться мародеры ваншот не может надо ананда сразу прятать куда-нибудь подальше давай так отойдем или даже куда 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 тебя прятать то черт побери а вот сюда лучше за бугур уйдем на тебе кислотой пачку и апола да по доброй традиции контрол берс конечно же и джонс врубим чтоб не расслаблялся пошла кислота пошли апола сейчас парню будет очень больно и в голову получил еще даже и не раз по-моему он получил я буду мстить им с тем айл ужасно как говорится ангар боду на кого натравить давай на него ей сейчас только запустим и пойдем добьем темплара все точность 91 и 2 средняя дистанция цель двигалась плевать мы хотели оружие в руке минус 2 к сложности точность оружия еще минус 3 это просто жесть фланговая атака зум вижен от него сейчас ничего не останется это будет страшно все готов чинка ребята зашевелились сейчас я сюда еще наверное мин накину но это не точно давайте пиратики делайте что-нибудь ой жестко как слушай мориган c3i потерять не страшно это встроенная хрень но блин больно это как просто капец как больно давай сюда наверное нет не сюда вот сюда там еще остался кракен с двумя ротарками я боюсь моего бедного ананда просто прикончит на месте чтобы этого избежать мне сейчас нужно дайером пойти так чтобы кракена прикончить это будет непросто на самом деле чё спринт не спасет нас да здесь в любом случае абстракт выходим вот так в лицо и пытаемся ломать кракена а то я сейчас чувствую мне в первом же бою моего омни мародера сломают очень очень не хотелось бы чтобы так случилось да суперчарджер у тебя выключил всё нормально рискуем подставляем райфлмена давай апшками его и под варлордом чтобы ещё точнее всё это дело пошло афенсив пуш наверное здесь не проканай на тебе потерял уклонение парень но в любом случае в следующую фазу будет ходить остался только хэви метал который в принципе может с места по нему отработать и велик шанс что он его сейчас прикончит на самом деле вот прям как есть мочи да детка ногу оторвали парень сейчас приляжет и немножко полежит подумает по инициативе он отскочит точности у него точно никакой не останется фух можно выдохнуть сейчас ещё сицилика ему добавит она обожает лежачих бить и походу их было всего трое до 33% сочувствую вашему горю измельчали пираты в последнее время на тебе то и в лицо боевое крещение гильфии сейчас он по вультурке отработает шикарно блин ой шикарно потому что в упор бьёт конечно же все 80 стреков пошли кластеризуется в центр поза вультурка сейчас отъедет ну по крайней мере должна была отъехать но по какой-то причине она сохранила у себя всё кракен не встанет выдыхаем это было близко и опасно вот всего лишь два залпа пропустил по тяжу и всё и почти отъехал у меня ананд и вультурка пожалуйста один тяж уже всё из центра торса остался собственно чё тут пара аполло и досвидули с такой кластеризацией которая сейчас у него есть это как правило pinpoint damage от heavy mrm идет всё задача выполнена я так полагаю да быстро и без напряга 70 целых тысяч в плюсе так двоих ангар бода забрала но там турель можно не считать ананд добил вультуру c3 morrigan не страшно это абсолютно беспроблемный ремонт заменять эту запчасть ничем не надо вот вопрос что тут забирать наверное а c5 рисковую хевератарку заберу кланкейс мне не нужен вот этих штук у меня нет прототип дхс к сожалению прототипный китсинк кит не выпал ни из кого но я их убивал просто неаккуратно патроны для рейлган у меня имеются лрм тандеров я не вижу кейсли 45 зато есть боеприпасы 40 снарядов или взять один прототип у меня их 28 штук ладно возьму вот этот разумеется это мы все отправляем в утиль бц артемис у меня полно и они стоят копейки рак 2 не нужен дэдфайр не нужен аймол снайпер не нужен это я тоже потом буду продавать хотя вольтурку может быть и нет он волка забрал фарричи волькерата штайнер забрал шилох у камстара ну пускай нас это все абсолютно не интересует в данный момент 171 тысяча за ремонт ананда чинить 4 дня и больше никто у меня урона не получил внезапно нормально ну че насколько мы пробили и вообще пробили ли на полтинник это вообще легально так можно вообще блин я не знаю там по 45 максимум влияния можно катывать а тут сразу полтинник ладно пропускаем пару-тройку дней пилоты отдыхают анант отремонтирован несмотря я даже на закрептованный мориган это мы дело сейчас починим исправим скорее всего уже бесплатно да хорошо что это квирк меха а не какое-то там хитрое оборудование редчайшее все мы готовы в полной мере мы готовы отправиться наверное на батл вкусная храбрость сопровождения я брать не буду эвакуация денег мало дает а давай на ассасинейшн сходим 43 сложность сейчас тоже задерем себе немножко репутации и закончим захват этой точки как видите проходит это крайне быстро вообще беспроблемно я могу выкинуть вот это из дропкоста у нас и так 632 тысячи за высадку но все остальные пускай воюют и прям получается очень быстро мы будем двигаться учитывая количество компаний у ярмфолка мы доберемся до кланов где-то за неделю таков мой прогноз и куда же мы высаживаться то будем блин на этой луне изрытой кратерами сигнатура двигателя где-то здесь может быть вон там а там уже край карты где-то попробуем поближе к цели высадиться тут как всегда есть два доп лэнса плюс сопровождение цели вот в этот кратер выпасть не получится сюда о тут и цель близка и надеюсь никто нас спину разбирать не начнет союзников у нас нет отлично и снова мы избежали розовых шкур прекрасно кобальт ну чем я с танчиками теперь воевать что ли да на пяти черепах кто это пуджин варток нормально я бы утонул он же а нет моделька та же показалось ух ты сгорыт у нас как видно баньша мародер 4п stalker 3f и витек классика можно сказать ну я думаю надо с этих ребят начинать по-любому вот только надо сделать так чтобы ананду досталось меньше плюшек поэтому я пожалуй сдвину куда-нибудь сюда беда с уклонением у него ничего не поделаешь и вопрос что с уклонением у них у них по тридцатке поэтому лучше подождать да первый раунд все-таки варток ничего не сделал хорошо это был чей-то гусь к счастью тоже мимо блин я уже забыл что такое сражаться против копьев а не против звезд и уж тем более сражаться с примитивами пиратскими всякими мехами хит софт кэп блин не надо греть нас вот это вот вообще лишнее было я считаю пиратская мантикора там походу пиратские стрелы на ней стоят есть такое подозрение давай ты на мародере сгоняешь вот сюда у тебя оптики достаточно будет чтобы увидеть анубис у него по-моему радикал подыхая скит должен быть и да ты видишь прекрасно всех летунов мантикора тоже видно нету у нее стрелы есть лардж пульс лазер пиратский анубис как на ладони вообще давай ему втащим ты есть праймари таргет это праймари таргет сейчас потеряет вообще все ой жесть какая бог торса уничтожил не успел ничего сделать уже убил цель почти а эти ребята еще не шевелились на самом деле я бы тоже не стал вот гильфи науруч пусть тоже не шевелится подождем мантикора пошла не стреляет никель на ананде вот он точно должен прятаться вот сюда за гору от всех ребят злобных и выходить наверное а давай на вартога ярками его обрадуем там еще амс какая-то отрабатывает так чисто для начала почти пол а тут половину 18 из 80 сбил нормально кто-то работ кто из вас сволочей стрелял но в любом случае сейчас еще витек должен что-то делать отложим разочек ход это сталкер в прошлый раз стрелял теперь витек и наша очередь ответить сразу сходу агнешка сейчас развернется куда-нибудь ну ладно придется подставить ей слегка борт наверное даже вот так лицом вставай потому что ребята справа вряд ли смогут в нее пострелять тупо не успеют ну и что сталкеру прислать подарочек по этим точности никакой нет давай начнем с тебя упс у кого-то мех на орбиту улетел разворотила его знатно далее торберн прямой наводки сейчас будет тоже отрабатывать цель пантом меха не забыть только включить инферно давай инферно плюс маг пульса почему бы и нет или ладно черт с ним кислота гайдет и немножко лисен киллов на сдачу до свидания у него у него пиратская 20 аэрофар у этого витька если он к нам достаточно близко подойдет то нам будет очень больно ну либо он при попытке пострелять просто разнесет сам себя скорее всего он просто не доживет до этого момента ангар буду сейчас будем выводить наверное на кобальда нет или на витька давай на витька его еще и кислотой облили опять я яишку не включил что ж ты будешь делать дака 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 ох как больно а перекой плюс уничтожили вот это было печально я бы его залутал гильфи давай со своими стреками выходи сюда блин ну анобис иптхс кит ну черт вряд ли я его все равно вытащу целом а нормально так я ему что-то подорвал он перегрелся и сдох скорее от этого чем от уничтожения реактора но это не точно там было скажем так много способов и причин по которым мех можно считать полностью уничтожен мародер мародерчик уже походил поэтому спокойно не спеша выдвигаем вперед нашего крабушка и отрабатываем да по вот этому парню можно даже вот так сделать 2 по 50 дабы не расслаблялся дайте что посложнее пожалуйста сигурд на райфлмэйни конечно же будет заниматься стрельбой по тарелочке давай апэшки заряжай и вот этого вартога сбивай все отъехал следующий раунд никель на ананде может с места ярками по фуджину отработать только мне что-то не нравится во-первых нагрев во-вторых точность прям вот вообще не нравится ну допустим я одну отключу остыну кроме ярок туда ничего не добивает у нас такой-то меткостью блин квад миссайл слушай что-то новенькое не это заводить не надо черт отстреляйся с места все равно неплохо зашло но на такой дистанции у яркой домашка падает и вообще так все плохо поэтому здесь прячемся остываем мародер а вот отлично он сейчас просто отработает вот таким образом остынем х-40 имеет шикарную точность полетал к криты все дела фунжин все сейчас отъедет уже как видите и без рельсы играется достаточно легко на этом этапе игры поэтому даже на новом сейве думаю какой-нибудь вызов то себе придумать но пока еще не решил какой тут либо играть только одним видом вооружения либо он ли рукопашки это нереально это слишком жестко вот пожалуйста пострелял с двух хагов и все и до свидания заклинили оба два давай так ну и вот так агнешка его добьет я думаю гусь прошел мимо кто там такой смелый кобальт что подожди там кто-то еще или это фуджин бьет фуджин или кобальт блин не хотел ну ладно агнешку разверну на этих ребят хочу понять что происходит да это фуджин бил гусем мантикору этим мочить такое себе фуджина так скоро сдохнет за неимением других целей будем ломать эту давай с места по кобальду а пышками еще ой как красиво нет rifleman мне прям нравится я с него кайфу еще как вариант конечно для челленджа собирать только лорные конфиги но блин для этого нужно как минимум эти самые лорные конфиги знать с этим у меня есть некая проблема да на луне мы греемся нехило будем раскручивать только один барабан сейчас добавим варлорда чтобы чуток поточнее пошло зашло все хорошо как же это прекрасно там нас поливают похоже гидрами этого зря ребят ну тут все одну мортиру вырубаем наверное одну кислотную вот так погнали отъехала баньша благополучно гилфи может стрелять как ни странно он не особо перегрелся несмотря на свой активный хамелеон и можно альфануть вот сюда таки альфа пошла ну тут конечно да 80 ракет никому мало не покажется все типа типа да яркий у нас еще действуют альфит не будем вообще без напряга она вообще попали хоть раз интересно ну кроме там вот этих вот гидр по-моему все никто даже не смог да затраты по баблу идут дропкос 632 на боеприпасы кстати мало потратили обычно уходит больше но опять же рельса здорово экономят денежки в плане именно покупки боеприпасов джин кобальт варток заберу пощупаю посмотрю чав рисковая ротарка десятого тгм миссайл рак и 2 аймс флэйр в любом случае я продам ее за неплохую стоимость болтон штраф к точности спецслот используют стрик установки и бьют очень точно по столам мне сейчас вообще не надо ммс какой-то тут микро миссайл какой кошмар десятая рисковая ротарка у меня уже есть третья оптика иди сюда 2 экселя можно смело брать на продажу минус 25 процентов множитель клина fcs джем вылез нсс слот один резервирует по одному на локацию то есть там по факту не один слот самом деле джампы ножные для средних и легких мехов 70 процентов стелс но хреновая штука она не так помогает как хамелеон на самом деле вот этот стелс я бы взял может быть но это по сути то же самое что нсс даже хуже принцип тот же эффективность гораздо ниже thunder ой ммс inferno ммс тандем лрм гидро да я не угадал боеприпасы рак 20 ну 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 вопрос вопрос сколько я смогу из этого вар тока денег выручить наверное нормально учитывая что у него рисковое оборудование стоит больше меня из этого ничего не интересует еще на сдачу мантиккору накинули композит оставлю хотя у меня есть один пусть лежит и все с джем оставлю предатор на продажу патроны гуся нафиг у меня их полно все собрали 77 джамп point никто я думаю в этом не сомневался клан волка просто разрывает в клочья валькерат там ребята жесткие и боюсь как бы нам не пришлось в клан спейси с ними махаться они могут легко развернуться в нашу сторону и устроить нам веселую жизнь один процентик не добили эх печаль ну собственно вот так это и выглядит достаточно быстро и продуктивно мы двигаемся по дороге исхода не забывайте подписываться на канал если вам это дело понравилось ставьте лайки пишите комментарии паблик вк сервер дискорда в описании под видео имеются там же есть ссылка на канал твича точнее канал ну да наш канал на твиче че я говорю там проходят стримы они же прямые трансляции по рок-теку по другим игрушкам всяким разным интересным бывает кооперативные забеги заходите пообщаемся увидимся в следующей серии сколь в следующей серии в следующей серии Продолжение следует...